Соскучились по видеоремонтам? У меня есть кое-что интересное. Датчик прислали на перемотку из-за обрыва стартового провода. Интересно, как он там оборвался, учитывая, что в таких звукоснимателях выводной провод находится под витками. Бобина уже пустая. А зря. Полноценно собранный анамнез облегчает постановку диагноза и лечения. Ещё раз рекомендую. Лучше сразу присылайте на ремонт в таком виде, как есть и ничего не делайте. Так проще и дешевле. Заказчик предупредил, что один из магнитов был сломан. Но он его склеен. На всякий случай надо быть с ним поосторожнее. Вообще сломанный магнит – это на выброс. Потому что это уже два магнита. Но не в нашем случае звукоснимателя. Если нет возможности заменить, можно пользоваться сломанными магнитами. Позже подробнее расскажу, как и почему. Магниты соединим, так им будет спокойнее храниться. О-о-о. Ну здрасте. Развалился? Я не знаю. Что делать с фокусом на фотике? Может поискать новый объектив на Авито? Какая-то резиновая плёнка. Н-да-да. Будем починять. Стандартная тема для Димарзя – скреплять датчики на герметик. Как будто автограф чей-то. С другой стороны, зашлифован литник, я так полагаю. Интересно, это заказчик или на заводе? Я тогда тоже кое-что шлифану, мне не нравится литник на торце. Не хочу сюрпризов с обрывом обмотки. На одном из магнитопроводов кто-то расплескал грань. Вообще с этой стороны хорошо бы сделать фаску по периметру. Погодите. Как будто они магнитятся. Хочу проверить. Я, конечно, тот ещё металловед, чтобы на глаз определить марку стали. Ха-ха-ха-ха-ах. Но эффект на магниченности намекает на то, что это не магнитомягкий материал. Возможно, углеродистая сталь какой процент непонятна. Типа той, из которой пассатижи делают. Будем знать. А ты мне как-то давно, когда я экспериментировал с материалами, в комментах писали. О май гад. Так нельзя. В звучках только магнитомягкий материал. Вот вам демарзи, а не магнитомягкий материал. Помните. Тогда я ремонтировал SH-13. Я сделал вот такой классный магнитный держатель, но сейчас к моему большому разочарованию я не смогу так сделать. Потому что те подаренные мне магниты я потерял. Как так, я даже не представляю. А у них был такой удобный размер, получилось найти такой. 3 на 5 на 8 миллиметра. В общем, грусть грустью, а чинить надо. Поэтому я сделал крепление на винтах. Действует так. Бобина, надетая на рельс, крепится к планке штатными винтами в штатные отверстия. На шпиндель крепится переходная планка, и все это вместе скрепляется винтами по краям. Что мотаем? За кадром я уже сделал замер рабочей катушки, и мне надо повторить приблизительно следующие характеристики. Индуктивность 2,3 Генри, сопротивление 8 кОм и резонансную частоту под нагрузкой в районе 8 кГц. Сделаем расчет на калькуляторе. Получается, мне надо намотать 6950 витков проводом 0,05. Пришло время починить магнит. Обезжирим. И суперклеем зафиксируем. Но просто так это сделать достаточно трудно. Магниты отталкиваются и съезжают. Нужен кондуктор. Может быть потом я напечатаю себе такой сразу со струбциной. А сейчас воспользуемся большим магнитом, который поможет нивелировать отталкивание одноименных полюсов. Почему же в звукоснимателях можно использовать сломанный магнит, если очень надо? Все дело расположение полюсов. Вот так обычно выглядят магнитное поле и силовые линии, когда полюсы расположены по торцам. Вот так выглядят у магнитов звукоснимателя, когда полюсы располагаются по тонкой боковой стороне. Теперь смотрите, если разломать привычный магнит, образуется еще один магнитный полюс. То есть это два магнита рядом. По силовым линиям это хорошо видно. Также в месте их соприкосновения наблюдается большая плотность магнитного потока. А вот если разломать звукоснимательный магнит, ничего не поменялось. Поле магнитное ровное, новые полюсы не образовались. И мощность магнита осталась прежней. Давайте замерим. Разброс, который мы наблюдаем при перемещении магнита, не из-за поломки. Это проявляется анизотропность на магниченности. Это нормальное явление для всех магнитов, других не бывает. Вот. Смотрите на целом. Сейчас сделаю по просьбе заказчика свою фирменную процедуру с заводской катушкой, чтобы жилось ей спокойнее и соберем датчик. Хочу вам показать эффект, который надо учитывать при расчете звукоснимателя. Взаимоиндукция. Рядом стоящие катушки влияют друг на друга. Давайте сделаем замер, расположив катушки поодаль. 7,34 генри. Теперь рядом 9,94 генри. При сборке магниты необходимо правильно расположить, иначе звукосниматель будет кособоким или вообще практически нерабочим. Магнитное поле в основном будет крутиться внизу. Давайте тут тоже поподробнее. Вот так выглядит поле стандартного хамбакера с одним магнитом. А вот так с тремя магнитами. За счет этого датчик становится мощнее, магнитное поле шире, а значит захватывает большую длину струны. Тем самым расширяется частотный диапазон. В звуковой тракт попадает больший гармоник как низкого, так и высокого порядка, чем с одним магнитом. А вот так будет выглядеть, если оба боковых магнита установлены неверно. Красиво сложим провода. Заводские не влезают, какая-то толстенная спайка. Ладно, тогда спрячу свои. А эти рядом уложу. Теперь пропитаем весь датчик парафином, чтобы он склеился и стал единым целым для надежности. А то будет не очень хорошо, если звукосниматель для хайгейна будет посвистывать. И ощущаться он будет приятнее как нечто целое. Сейчас я хочу замерить резонансную частоту на графике, а вам выведу картинку с компьютера. Напоследок обернем специальным скотчем, чтобы было совсем хорошо. Если хотите увидеть, как собирается катушка, посмотрите другие мои видео про ремонты и изготовление звукоснимателей. Не забывайте подписываться на Яндекс Дзен. Лайки, комменты, репосты, донаты – все ссылки в описании.